всем привет я рита мурадова и это мой канал на youtube и сегодня мы с вами поговорим о запрашиваемой теме о вещах инвестиции в гардероб о тех вещах которые я считаю долго вам прослужит которые будут актуальными это не обязательно супер дорогие вещи но это те вещи которые будут подходить лично вам и именно поэтому они являются инвестиции в гардероб потому что вы же понимаете что когда мы говорим про инвестиции в гардероб я не имею ввиду сможете ли вы потом перепродать эту вещь сильно дороже потому что только если даже самые дорогие известные сумки вы храните в идеальном состоянии то есть не носите вы сможете потенциально перебродать их дороже чем то за что их приобрели во всех остальных случаях в любом случае будете терять деньги поэтому мы говорим про инвестиции в контексте количества носок того или иного изделия если вы берете какой-то жакет который у вас в гардеробе а я не знаю блин 20 лет и носите его постоянно это значит что эта инвестиция безумно оправдана и стоимость одной носки абсолютно мизерная за эти 20 лет вот в этом наша главная цель взять вещи которые надолго будут вашем гардеробе будут актуальными так что если эта тема вам интересно продолжайте смотреть перед тем как стартовать хочу напомнить потому что у нас продолжается регистрация на онлайн вебинар стилист будущего который произойдет 13 апреля 19.00 онлайн то есть участвовать можно людям со всего мира в первую очередь этот вебинар подойдет тем кто уже практикующий стилист кто стартует в сфере стилистики кто сейчас учится на стилиста или кому интересна профессия стилиста вы хотели бы понять подходит это вам или нет и какие вообще перспективы у этой профессии в будущем это будет полтора два часа очень активной конкретной информации поэтому вы готовьтесь мы поговорим о 10 запретах в работе с клиентами чего никогда нельзя делать при привлечении клиентов при работе с клиентами на что обязательно нужно обращать внимание как монтировать все ваши навыки как стилиста мы поговорим о новых современных стилистических приемах мы поговорим о том как в целом увеличить заработок ваш как стилиста также мы поговорим о том какое вообще масштабное будущее стилистики существует и что уже сейчас из навыков вам нужно как стилиста получить чтобы в будущем ваша профессия вы конкретно как их исполнитель были актуальны мы также естественно затронем обязательно тем онлайн работать с клиентами, потому что за этим будущее мы поговорим, как это все оформлять, как это работает, мои советы, практические моменты, которые нужны для того, чтобы работать с клиентами онлайн, успешно развивать свой бизнес. Мы поговорим о том, как масштабировать весь ваш бизнес как стилиста, как придумывать новые услуги, как их реализовывать. Мы обязательно, естественно, поговорим о том, каким образом в мире, в котором сейчас, казалось бы, так много стилистов вокруг, куда не посмотришь, везде стилисты, здесь все подписаны, как стилисты, как найти свой голос, как выделяться, как найти свою аудиторию и свою клиентскую базу, ее расширять и как продолжать быть успешным в этой профессии. Для регистрации на этот вебинар под названием «Стилист будущего» кликайте по ссылке под этим видео. Итак, вещи, которые, я считаю, нужно вкладывать в вашем гардеробе, которые долго прослужат, которые не выйдут из моды. Первое из них – это структурированное пальто. Пальто с четкой линией плеча, пальто, которое держит форму, может быть, даже слегка оверсайз в плечах, очень красивое, массивное и, как правило, тяжелое. Так что будьте готовы, но оно безумно красиво смотрится на фигуре, оно безумно красиво смотрится в ваших комплектах. Это функциональная вещь, которая очень долго вам прослужит. И бренды, в которых я бы советовала приобретать данные пальто, если мы говорим про люкс – это Yves Saint Laurent, это CELINE, это ZERO, это бренды, которые действительно создают очень качественные по составу, по крою, по форме. И универсальные, долгоиграющие, долговечные силуэты – это безумно носибельные вещи. Также вы можете обратить внимание на средний ценовой сегмент, и среди них я могу выделить бренд COS, которые очень часто делают качественные вещи за более приемлемые стоимости, чем люксовый сегмент. Структурированное пальто – это вещь, которая будет вам служить абсолютно во всех комбинациях. Она актуальна, кстати, даже зимой, можно просто какую-то подкладку набирать, подкладывать под пальто. Она актуальна весной, она актуальна осенью. Классное структурированное пальто, желательно, конечно, выбрать в оттенке, который подходит вам. Это, кстати, не обязательно черный, это может быть молочный, шоколадный, графитовый, это может быть вообще гусиная лапка, если вам комфортно в этом цветовом сочетании, если это то, что подходит к вашему гардеробу. На самом деле, это может быть даже зеленое структурированное пальто. Если ваш гардероб требует именно такого изделия для всех и для максимально возможных сочетаний, то эта вещь будет вам служить. Поэтому не обязательно, чтобы все эти вещи были сугубо базовыми. Очень важно только, чтобы они были качественными, соответственно, они прослужат дольше и, естественно, в этом видео мы подразумеваем, что, возможно, вам придется чуть больше денег выложить за ту или иную вещь. Так что на это нужно быть готовым. Следующая такая вещь – это структурированная сумка с длинной ручкой, которую можно носить через плечо, которую можно носить на плече. Безумно удобная вещь, структурированная. Опять же, подразумевает, что вещь держит форму. То есть сумка, если вы поставили, она начинает расползаться, например, по поверхности, она остается в таком же состоянии. Ну, практически как пальто. Если его поставить, интересно... Ну, вот если пальто Balenciaga реально поставить на пол, мне кажется, что оно будет стоять. Потому что он очень тяжелый и очень структурированный. В общем, ушли мы куда-то далеко. Бренды, в которых я советую данные сумки, как пример того, как она должна выглядеть и какую функцию она должна выполнять, это Chanel Classic Flap. Это бренд Chanel. И там же есть Chanel 255. Это немного другая версия этой сумки, в которой нет этого лого, скрещенного CC, что очень удобно для тех, кто хотел бы... Кто является поклонником отсутствия явных брендов или маркеров брендов у себя в одежде и хочет оставлять все достаточно нейтральным и не любит лого и не занимается логоманией. Вот обратите внимание, например, на сумку 255, которая очень классная, очень универсальная и она менее бросающаяся в глаза, как Classic Flap с прикрещенным лого CC. Дальше у нас есть Hermes Kelly и Hermes Birkin. Это две сумки, они достаточно структурированные обе. У Hermes Kelly есть ремешок, который можно сеть через плечо или на плече, а у Birkin, кстати, его нет, но она достаточно массивная, комфортная, в нее обычно в правильном размере все вмещается. И вот эти две сумки, они в основном на рынке, если они в идеальном состоянии, они повышаются с года в год в цене. И на вторичном рынке их всегда можно дороже продать, только если они в идеальном состоянии. И у нас есть Celine Box. Это вообще моя любимая из всех указанных здесь, потому что она самая универсальная. Она, кстати, и дешевле предыдущих, и она безумно красивая, без явных лого, там нигде не написано Celine какими-то явными массивными буквами. Она очень красивая, сочетается со всем вашим возможным вообще потенциальным гардеробом и любым его направлением, и она есть во всех цветовых гаммах, и до сих пор продается активно. Следующее, это шоппер. И сумка шоппер, это сумка, которая не должна держать форму, это массивная сумка, обычно это перевернутая такая трапеция, достаточно объемная, должно все помещаться, ноутбук, продукты, подгузники, все, что вам нужно. И такие сумки лучше всего брать, если мы говорим про долгосрочные какое-то, да, служение, чаще всего в коже, в качественной коже. Бренды, которые себя зарекомендовали в этом направлении, это Bottega Veneta, это бренд Zero, это бренд Louis Vuitton, но Louis Vuitton это, конечно, бренд, в котором сумки очень явно говорят о том, что это логомания, лого там очень много, поэтому если шоппер в такого активного формата вам не подходит, то как раз предыдущая Bottega Veneta и Zero это прекрасный вариант. И, естественно, на самом деле, так как сумка шоппер кожаная шьется достаточно несложно, ее можно найти и в другом ценовом сегменте, достаточно качественно, это может быть Cost, это может быть And Other Stories, вы можете у локального своего какого-то производителя найти качественно сшитую, крутую, из хорошей кожи, в выделке сумку, которая будет вам очень долго служить, поэтому, естественно, не обязательно покупать ее в люксе, но люкс я всегда привожу в пример, потому что зачастую, как правило, вещи в люксовом ценовом сегменте, вот такие statement вещи качественные, они крутые, они являются талоном того, как должна в идеале вещь выглядеть и тогда проще равняться на эту вещь, чтобы найти себе что-то подобное в другом ценовом сегменте. Следующее, на что я советую обратить ваше внимание, как длительное вложение в ваш гардероб, это кашемировые костюмы, кашемировые свитера, очень классный, крутейший, теплый, мягчайший материал, очень крутой в плане терморегуляции, идеален для весны, зимы и осени, просто идеален. В первую очередь я говорю о кашемировых свитерах, о кашемировых комплектах из какого-то вида топа и брюк, кашемировые какие-то шарфы, шапка, кстати, это то, что и согреет, и очень классно выглядит, очень шико, очень гармонично, аккуратно, естественно, можно выбирать какие-то нейтральные цветовые гаммы, что-то поярче, если это то, что вписывается в ваш гардероб, что самое важное. Бренды, которые кашемировые делают лучше всего из люкса, это Loro Piano, это, кстати, не люкс, средний ценовой сегмент COS, в H&M есть очень классные варианты, на самом деле, кашемировые вещи, и у меня лично прям большая коллекция кашемировых вещей, и бренд The Row, которые очень классно делают кашемировые, но, конечно, цены у них... Вот такие, поэтому вы для себя сами выбираете. Дальше, брючный костюм. Брючный костюм, я считаю, это вот такой один из главных обязательных элементов в женственском гардеробе, именно брючный костюм, не костюм с юбкой, потому что брючный костюм, это, как мы уже знаем, классный баланс маскулинности и вас, как женственности, да, у нас два элемента, инь и янь, замечательно сочетаются. Брючный костюм должен быть структурированный, из плотного материала, жакет держит форму, брюки держат форму, возможно, с защипами, не скини, либо прямые, либо слегка для скрешонной брюки, либо палаццо, посадка, которая подходит именно вам. Цветовая гамма, опять же, та, которая впишется в ваш гардероб и создаст большое количество сочетаний, а не, например, серо-буро-малиновый, который сочетается только с одной блузкой в гардеробе. Вам нужно что-то, что прослужит долго. Из качественного материала, да, чаще всего это либо шерсть, либо плотный хлопок, либо лен, что-то в этом направлении. Бренд, который классные брючные костюмы делают, это CELINE под руководством Phoebe Filo, то есть старая коллекция CELINE. CELINE нынешний, в том числе, кстати, это бренд Acne Studios, украинский бренд Katimo, это бренд Yves Saint Laurent для таких более сексуальных, более зауженных, более притальных костюмов. Дальше, структурированный жакет. Как можно было, естественно, оставить наши гардеробы из интересных вещей без структурированного жакета? Обязательно он нужен в гардеробе, классный, держит форму, цвета могут быть совершенно те, которые подходят вам. Это бренды Acne Studios, Balenciaga и очень классный скандинавский бренд Totem. Дальше, переходим к каким-то деликатным элементам и часы. Часы это супер крутое, в моем понимании, вложение в собственный гардероб. Это абсолютно универсальнейший аксессуар, это вещь, которая сочетается, по идее, со всем, что у вас есть в гардеробе. Если это правильно выбранные часы, они у вас будут служить чаще всего даже для каких-то вечерних нарядов. Бренды, на которые я советую обратить внимание, это бренд Cartier и конкретно модель Panther. Она сейчас, кстати, на мне, вы сразу потом сможете посмотреть и погуглить. Это безумно женственная, красивая модель. У меня маленький размер, и поэтому она выглядит как нежнейший, красивейший браслет и с вечерними различными одеяниями, проверенно сочетается и с тренингами сочетается. Поэтому желательно, чтобы часы, так как это обычно достаточно дорогой аксессуар, чтобы они были универсальными, чтобы вам не нужно было 20 пар. Это бренд Bulgari и у них есть коллекция Serpenti и внутри этой коллекции есть очень красивые часы. Для меня они все-таки немножко вариация Panther только в их исполнении, но тоже очень элегантные, для вечерних нарядов в том числе подходят и на каждый день подходят. Это бренд Rolex. И вот с Rolex проблема именно в том, что у них все-таки более спортивные, более грубые, массивные модели. И бренд Patek Philippe, который просто замечательный, его все знают, очень проверенный. Все это, естественно, дорогие позиции инвестиций в гардероб. Это, естественно, не позиции среднего ценового сегмента. Но мы сейчас говорим про инвестиции в гардероб, поэтому, понятно, я говорю в сфере часов именно про люкс и исключительно про него. Более того, есть небольшой хак. Если вам какой-то бренд нравится, люксово ценового сегмента, в том числе часы, вы можете посмотреть их винтажными. Они будут стоить дешевле, они потом проверяются, полируются и меняются все механизмы или какие-то подтачиваются. В общем, все делается идеально. Репассаж часов у часовщика проверенного или у часовщика при бренде. Они аутентифицируются, поэтому с этим проблем вообще нет. И таким образом у вас есть возможность приобрести вещь дешевле и получить ее еще с небольшой историей. Дальше, если мы говорим про браслеты. Мы говорим сейчас про украшения. Браслеты это то, что тоже универсально на каждый день и на мероприятия. Бренды, которые я советую, это Cartier, браслет Love и браслет Justin Clue. Не знаю, как правильно произносится, к сожалению. Для меня лично этот гвоздик более деликатный, чем предыдущая модель. В целом, браслеты это тоже. Мы говорим сейчас про люкс, это инвестиция. Но если вам интересны вещи, которые вне времени, то вот этот такой бренд. Плюс у нас есть еще браслеты Van Cleef & Arpels. Тоже очень классные, очень красивые. И браслеты бренда Bulgari. Дальше. Кольца и подвески. Тоже универсальная вещь в вашем гардеробе. Тут можно любой из ювелирных брендов выбирать, который вам нравится. Мои любимые и самые проверенные. Это Cartier и Bulgari. Самые классные, интересные, красивые, насыщенные, уникальные украшения. И в том числе есть очень универсальные, которые можно на каждый день носить. Опять же, мы говорим сейчас про инвестиции в гардероб. Дальше. Хороший Denim, кстати. Тоже очень важная инвестиция в гардероб. Качественные. Еще джинсы нужно найти, которые на вас сидят, которые хорошо смотрятся. И которые через, не знаю, там год-два не потянутся, не порвутся. Поэтому бренды, которые проверены мной, это Levi's, это Redone. И это в целом все винтажные маркеты. Если у вас есть какое-то городе-ателье, которое перешивает винтажные джинсы под вас, очень сильно советую. Последняя позиция в наших инвестициях это очки. Я считаю, что очки классные. Это безумно красивый аксессуар. Он завершает образ. Они очень долго при правильном уходе могут служить. Есть и бренды, которые я считаю лучшими сейчас в сфере очков, в направлении очков. Это CELINE, это Bottega Veneta и ZERO. Это три бренда, которые делают очень качественные, очень красивые и действительно интересные модели очков. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие из позиций вы считаете действительно инвестициями. Какие бы вы еще, например, добавили к списку, который я сегодня озвучила. Или чего у вас не хватает сейчас в гардеробе, чтобы вы хотели себе приобрести. И таким образом пополнить свой гардероб какими-то вещами, инвестициями на долгие-долгие времена. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Субтитры подогнал «Симон»